Доблестные войска Красной Армии В городах и селениях поднимаются алые знамена. Польская армия разгромлена. Ее полки и дивизии сдались в плен нашим войскам. Пленные, бывшие солдаты бывшей польской армии. Вас отпустят домой, товарищи солдаты. И каждый из вас сможет теперь заняться родным делом на своей земле, на своих фабриках и заводах. Всюду, где работа ждет честных, трудолюбивых людей. Расскажите всем, что Красная Армия и советский народ несут свободу всем трудящимся Западной Украины и Западной Белоруссии. Вот еще пленные, польские офицеры. Полюбуйтесь на этих бояк. Хвостуны. Они при первом появлении Красной Армии бежали от своих же солдат. Прятались, чтобы из-за угла вымещать свою бессильную злобу. Пытаясь оказывать сопротивление Красной Армии, польские офицеры укрывались в казармах и костелах. Из пушек и пулеметов они обстреливали вступавшие в города красноармейские части. Цветы боев напоминают о находившихся здесь в гнездах врага. Снарядами танковых пушек, ручными гранатами и метким огнем наших пулеметов змеиные вражеские гнезда были разгромлены. Стремительным и сокрушающим был натиск Красных Воинов. Быстрой и полной была победа над польской шляпой. В польских казармах захвачено множество оружия. Оружие, брошенное бежавшими офицерами и жандармами, со всех концов города приносят в комендатуру. Выберешь любую профессию и никогда не будешь безработной. И охранять тебя будет Красная Армия. 20 лет трудящиеся Западной Белоруссии ждали этот день. Они знали, что советский народ спасет их от гнета. 17 сентября 1939 года навсегда будет для них великим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok